всем огромный привет рада всех приветствует на канале а сегодня хочу снять видео по отзывам рассказать о некоторых продуктов о которых у меня очень часто спрашивали в комментариях ну давайте начнем и первое это теплый воск вид для депиляции с эфирными маслами я его уже протестировала и могу о нем протестировала его уже два раза это продукт такой который нужно разогревать микроволновой печи это что-то среднее между воском и шугарингом шугаринговой пастой он имеет приятнейший аромат для меня он пахнет какими-то персиками что-то такое масло ши ну не знаю в общем какие-то масла такие настолько приятные кожа после нанесения этого продукта не нет никакого раздражения и волоски вот с первого раза в общем-то выдирается наверное 98 99 процентов захватывает даже волоски которые идут у нас по наверное 0 5 в общем по 0 5 миллиметров то есть такие маленькие даже он захватит этот воск вообще как я почитала в интернете перед тем как пользоваться это именно воск для салонного применения он стоит не очень дорого я его покупала 500 там с копейками большая банка продукт просто девчонки великолепный его нужно разогревать микроволновой печи я оставила на 40 секунд есть такая вот здесь входит лопаточка и вот индикатор если он не красного цвета то значит воск готов применению то есть ну удобно в общем да наносить также этой лопаточкой хорошо воск распределять и сразу же можно его удалять вот такими вот вот такими вот полосочками эти полосочки многоразовые в чем тоже большой плюс я вот конечно покажу вам ту полосочку которую я уже вот и вот это я пользовалась и ее уже мыла она мне уже два раза послужила такую хорошую службу что хочу сказать это воск что-то среднее конечно не похожим все таки на воск именно для меня он чем-то напоминает сахарную пасту именно по свойствам то есть по удалением по какому-то такому более приятному если его и как бы сравнивать с восковыми полосками то вообще сравнение здесь даже не может идти ни о каком сравнении речи в общем здесь конечно вот в интернете особенно в инстаграме идут такие ролики где наносят там на руку или на ногу такой такую пасту она быстро застывает и и и сдирают вот что тут что-то такое вот похожее потому что когда ее наносишь она моментально схватывать начинает остывать и наклеиваешь эту полоску и можно потом когда ты содрал эту полоску вместе на ней осталась паста там с волосинками можно ее приклеивать к следующему участку и вот практически пол ноги можно одной полоской обработать на этом экономить на продукте в общем просто суперский продукт мне кажется его хватит но если делать там я не знаю раз в три недели может быть раз в четыре недели какую-то такую делать промежуточную то и конечно лучше прикупить себе пару баночек следующий девчонка девчонки продукт вот такой вот сыворотка для лица с коллагеном эластаном я тоже хотела бы дать на нее свой отзыв сегодня я смотрела татьяну термилёву танюшка тебе привет и я видела у неё она говорила что это сыворотка ей не понравилось хотя которая идет с гиалуроновой кислотой то просто на ура а это ей не понравилось а я хотела бы свой отзыв девчонки вот так вот выглядят ампулы их можно вот здесь вот так вот сгибается отламывается ими можно пользоваться открывка то есть они в открытом состоянии срок годности у них трое суток то есть а здесь написано что можно ее использовать утром и вечером хотя с гиалуроновой кислотой я поняла что можно пользоваться только один раз в день здесь же два раза в день можно использовать да я использовал всего одну ампулу мне и хватило на на три дня на утро вечер то есть на 6 применений я наносила на всю область лица также я наносила на шею и еще маленько на руки знаете я могу сказать одно я не мне вот именно мне мне эта сыворотка очень понравилась после нее я видела как у меня ну свежело розовело лицо становилось такое какое-то как отдохнувшая но также о том минусе на котором говорила татьяна что на ней эта сыворотка никак не сработала я также почитала на нее еще отзывы в интернете и девчонки говорили что она в общем вот эта сыворотка подходит именно для какой-то такой молодой кожи до 35 до 40 лет то есть она очень хорошо подходит для молодой кожи до сильно от нее каких-то вау-вау эффектов я не знаю возможно можно не добиться если вы хотите чтобы там за один раз все подтянулось но как продукт это сыворотка неплохая 55 рублей отличная цена и я увидела на самом деле очень хороший результат следующий продукт который мне тоже очень сильно понравился это у меня уже девчонки пойдет отзывы на продукты компании эйвон эта помадка для бровей по моему так она называется или гель для бровей и это самый-самый темный оттенок вчера я ее тестировала и показывала на как ее я наносила эйвонской кистью сегодня я хочу взять кисть потолще от компании фаберлик и потому что эйвонские кисти не у каждого есть а фаберлик уже прикупили все и каждый не хочу показать еще раз в общем то тут сама суть именно цвет очень хорошо наносится великолепная великолепная помадка носится на носилась у меня сегодня я целый день прям 6 утра и вот сейчас у нас уже в новосибирске 8 час вечера я ее носила целый день ничем я ее не закрепляла никаким абсолютно гелем для бровей вот она зафиксировала мне брови сделала я коррекцию просто мейкап идеально и вы знаете брови смотрелись настолько идеальный хотя я блондинка и казалось бы что этот цвет очень темный но нет он достаточно холодный и никак не рыжит волоски то есть можно прорисовать конечно тоненькой кисточкой волоски тут я уже мазнула так что прям ух но помадка это действительно великолепная присмотритесь к ней вот именно вот этому темному цвету потому что со светлым оттенком я просто не хочу никак связываться потому что светлые оттенки у них как правило всегда рыжат и ну дают какую-то такую не очень красивую не очень красивый такой эффект и что хотелось бы сказать вот смотрите я сейчас попыталась стереть и она у нее есть такая небольшая доля водостойкости и ее даже мицеллярная вода ну не сразу может стереть то есть она очень хорошо фиксируется хорошо закрепляется и эффект этот сохраняется на протяжении всего дня про лак я вчера уже в своем видео пела дифирамбы вы его ведь можете видеть на ногтях очень красивый вот это качество девчонки качество на такой высоте сколько мне пришло комментариев где мне просто девчонки написали что лак вау супер я с вами соглашусь единственное что я забыла показать видео это кисточку кисточка здесь тоже вот кисточка прям такая девчонки идеальная такая не толстая не тонкая вот набирает продукт хорошо я его наносила сразу делала первый слой красила 2 ноготь и делала 2 сразу потом возвращалась к предыдущему ноготку делала 2 слой и вы знаете пока я накрасила так вот через один ноготь этот лак у меня быстренько высох не было никаких не сколов ничего 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 в общем два дня хожу вот уже второй день и можно увидеть что держится он идеально никуда он у меня не скололся ну может быть где-то был он у меня и скололся но я вот делала прям с такую работу по дому прям ну много общем мыло мыло все тут выбирала и ничего очень хорошее качество хотя что хочу подчеркнуть я этот лак наносила без какой-либо базы не наносила ни на него никакой укрепляющий продукт лак это держится просто великолепно вот такой вот оттенок кто еще не видел это новая линейка лаков которые идут с эффектом втирки но теперь девчонки пойдет просто речи не очень приятным получила также я вчера новые продукты и была у меня такая огромная надежда на вот эту вот тушь которая флеша с какой-то лишь но я не буду уже какой-то там выговаривать вы сами поняли что это за тушь это новинка компании эйвен здесь просто великолепная щеточка все классно но девчонки я поняла что это тушь по ходу та которая была с таким голубым колпачком таким красивым голубым мы даже не знаю бирюзовый или голубой ли он ну красивый такой колпачок я поняла что это скорее всего не розовая тушь которую все нахваливают но вот именно эйванская розовая с таким вот вот здесь розовый девчонки вот эта тушь по ходу сгол которая идет с голубым не знаю я не смогла ей накрасить ресницы вот но никак не смогла вот как я и не пыталась она ну не наносит продукт вообще никак она его не наносит хоть ты 10 слоев на крась не наносит может быть все дело в том что она новая и она у меня еще не раскрасилась конечно я ее попробую раскрасить но я не люблю такие туши которые нужно раскрашивать знаете после на 5 7 или 8 слоя но я уже не помню я просто плюнула и поверх нее накрасила фаберлик тушью фаберлик которая в оранжевой упаковке и все я тогда быстренько уже решила свою проблему с покраской ресниц но что хочу заметить это тушь по ходу немного водостойкая потому что когда я ее наносила слои они дубине ресницы дубинели становились такие жесткие прям как будто их залили воском или чем-то каким-то не понять чем и вот этот эффект я конечно почувствовала не знаю мне кажется ее нужно будет стирать водостойкой какой-то водостойким средством что хочу сказать если кому-то нужен эффект таких натуральных ресниц которые практически не накрашены то вам эта тушь подойдет если вы хотите что присниться было видно что не накрашены то девчонки и и ни в коем случае не берите второе мое разочарование которое меня очень сильно разочаровала это вот такая вот помадка в стекле новый совершенно новый оттенок она идет эта помадка матовая не стойкая как вот эта серия она практически вся идет стойкая но это идет не стойкая оттеночек у нее вот такой вот видите производство польша что хочу сказать сам цвет мне на самом деле все-таки понравился вот он такой нюдовый и тоже мне написали девчонки в комментариях что мы что-то не поняли скажите он розовый или он все-таки отдает в синеву да действительно после подсыхания она сначала наносится как бы так немного какой-то бархатный глянец но после подсыхания она дает эффект ну как бы эффект матовый эффект красивая она вот смотрите вот я сейчас специально держу так руку чтобы вы видели этот шиммер и вот смотрите она действительно идет какую-то такую синеву да она как какой-то голографик все-таки есть перелив но когда эта помадка где-то минуты через полторы через две там она вот знаете когда наносишь ее она сразу настолько приятно на губах чувствуется такой какой-то бархатистость вот посмотрите какой красивый шиммер все просто бесподобно красиво но девчонки через две минутки она начинает засыхать и вот в тех местах где у нас начинается уже губы кончаются внутри она как бы вы начинаете ее уже ощущать вкус этой помадки и вот конкретный она превращается в конкретный пластилин я не знаю в чем дело у меня ли это но это для меня прям просто пластилин я даже она мне сразу почему-то попала в рот хотя ее наносила не так много но это был такой пластилин и такое неприятное ощущение на губах вот ну наверное еще минуты три она вот подсыхала подсыхала потом вроде ничего я уже ее перестала чувствовать но вот этот пластилин я прям чувствовала мне не понравилось но когда я ее попробовала совместить совершенно с другой помадой от компании эйвен я не помню там ультра или какой-то тоже у меня такой вот примерно похожий оттеночек только немного потемнее на ту помаду я нанесла уже тогда был другой эффект но не знаю цвет действительно очень красивый оксаночка плохих мне написала ой какой красивый цвет тоже хочу себе я и написала что это как пластилин оксаночка привет и вот знаешь я бы конечно себе сейчас эту помаду бы не купила цвет красивый но пластилин пластилином на губах девчонки если вы не хотите ощущать пластилин дискомфорт то лучше эти новые оттенки с бархатным эффектом я вам не рекомендую брать и сейчас я эту помаду просто вот так вот провела по тряпочке обычно не увлажненной никак и вот она мне сразу сошла остался какой-то только шиммер и ничего ничего не осталось то есть вообще она совершенно не стойкая также хочу оставить свои отзывы на вот эти вот продукты потому что я в своей косметичке на неделю в одном из выпусках снимала про эти средства отзывы но не все посмотрели и постоянно мне задают вопросы расскажите отзывы вот это средство золотыми частицами очень хорошо укрепляет ноготь впитывается моментально хоть 10 хоть 20 слоев она впитается действительно ногти у меня стали выглядеть в разы лучше перестали ломаться ну вот это просто конечно такое средство для укрепления она также может служить и базой потому что все-таки когда ты его наносишь она впитывается она все шелуши все вот эти вот расслоение убирает и она может служить как базы а второй продукт пять в одном он может служить и базой и закрепителем и выравнивающим и каким-то лечебным но я вот это средство мне понравилось именно как база и как именно сушка вот хорошо работает но сейчас пробую именно лаки покупаю лайки разных компаний и все-таки получается так что но не всегда эти продукты мне удается использовать кстати вот это желтенько она очень экономичная и еще один продукт вчера мне пришел вот такой вот пинцетик не знаю новиночка это ли что по моему с этой щеточкой новиночка и я бы хотела этот пинцет просто похвалить работает великолепно самые маленькие волосинки которые один-два миллиметра вырывает прям на ура щеточка тоже жесткая классная а если сравнивать с пинцетом от компании и вам классическим то классический это вот этот вот который у них был я не знаю сейчас продается или нет по моему его сняли с продажи я хочу сказать что вот этот все-таки лучше обратите внимание потому что аксессуар вот этот просто классный вот такой девчонки у меня было видео именно видео отзывов на продукты которые как я повторюсь у меня постоянно спрашиваете про воск про тушь спрашивали про лаки ну в общем я надеюсь что она кому-то пригодится и кто-то просто подумает покупать ли ему не покупать ну а я хочу с вами попрощаться всего вам самого наилучшего ставьте пальчик вверх подписывайтесь на канал и всем добра удачи пока пока